Не знаю, каких духов вызывали в других странах, но в России у детей есть такая народная забава. Вызывать духов российских писателей и задавать им различные вопросы. Ведь это очень весело. Вызвать, например, дух Пушкина и спросить у него какую-нибудь ерунду. Ну или можно спросить у Есенина. А самые отчаянные детишки вызывают дух пиковой дамы. Делают это обычно ночью так веселее. И вот поздним зимним вечером в одной российской глубинке в деревне под названием Старые Перхи началась эта история. Три мальчика, оставшись у друга на ночевку, планировали весело провести эту зимнюю ночь. Благо, что родители одного из них ушли в гости и теперь ничего не могло помешать им развлекаться в пустом доме. Они поиграли в приставку, затем в карты, а когда совсем уже стемнело, решили, что пора вызывать духов. Начали, как водится, с Пушкина. Долго и монотонно звали его, и когда им показалось, что в комнате кто-то есть, перебивая друг друга, стали спрашивать у него разные глупости. Пушкин на них внимания не обращал. Не почина ему, видимо, болтать с разными недорослями о всяких пустяках. Не добившись ничего от великого русского поэта, ребята прошлись и по другим русским писателям, висевшим у них в кабинете литературы, но ни один из них не захотел общаться с мальчиками. Тем временем наступила ночь. «А давайте пиковую даму вызовем!» – предложил Петя. Он был еще тот сорванец и постоянно придумывал разные шалости. «Точняк!» – поддержал его Мишка. «Это гораздо веселее, чем с этими глупыми писателями разговаривать!» «А как ее вызвать?» «Я знаю, как это делать!» – авторитетно сказал Петя и обратился к хозяину дома, Федору. «Найдется у тебя зеркало и свечка!» Тот задумчиво поскреб свою вихрастую макушку. «А большое нужно зеркало!» «Ну, в маленьком мы ничего не разглядим, давай побольше!» – ответил Петя. «Тогда пойдемте в комнату бабушки, там есть большое!» И ребята отправились в другую комнату. Федя пошарил по стенке, щелкнул выключателем. Мальчики с любопытством стали разглядывать старые вещи. Самым интересным объектом было большое овальное зеркало в металлической, витиеватой оправе. Амальгама уже слегка потемнела от старости, но все еще исправно показывала забавные физиономии мальчишек, толкавшихся перед зеркалом и старавшихся скорчить рожу пострашнее. «А чем тут так пахнет?» – принюхиваясь, сказал Мишка. «Да это, наверное, ты от моей страшной рожи обделался!» – засмеялся Петька. «Пылью тут пахнет, и мышами!» – сказал Федя. «Бабушка в больнице уже давно лежит, здесь никто не живет, вот мыши и распоясались!» Он окинул взглядом комнату. «Давно сюда не заходил, не нравится мне здесь, словно кто-то следит за тобой!» «Стремно как-то, может мы не будем пиковую даму вызывать? Пойдем лучше в приставку поиграем!» «Да ну тебя с твоей приставкой!» – отмахнулся Петя. «Тут прикольно! И зеркало такое старинное! Вообще класс!» «Говорят, чем старее зеркало, тем больше шансов пиковую даму вызвать!» «Тащи свечку и спички! Не бойся, прикольно будет!» Федя не хотел, чтобы его дразнили трусом, поэтому только вздохнул и отправился за нужными вещами. Сознанием дела, укрепив свечу перед зеркалом, Петя зажег фитиль. Взял залежавшуюся рядом помаду и стал рисовать на зеркале горизонтальные полосы с некоторой перспективой. «Эээ, ты чего?» – возмутился хозяин дома. «Меня потом бабушка наругает!» «Да мы все сотрем потом!» – невозмутимо продолжил рисовать Петя. «Если ты сам не расскажешь, они и не узнают ничего!» «А что ты там рисуешь?» Заглядывая товарищу через плечо, поинтересовался Миша. «Ступеньки это! Неужели непонятно?» – объяснил Петр. «Вообще не похоже!» – скептически оценил его старание Мишка. «Готово! Выключайте свет!» Отбросив тюбик с помадой и победно разглядывая свое творчество, гордо заявил Петя. Когда яркая лампочка погасла, оставив друзей наедине с пляшущим огоньком свечи, сразу стало неуютно. Пламя отражалось в зеркале, высвечивая кровавые полосы, гордо именуемые ступеньками, а мальчики в зеркале почему-то не отражались. «А что нас не видно?» – прошептал Мишка. «Значит, все правильно делаем!» – уверенно ответил Петя. «Теперь надо говорить! Пиковая дама, выходи! И она по этим ступенькам должна спуститься!» Мальчики, глядя на отражение пляшущего огня в темном зеркале, стали повторять монотонный речитатив. «Пиковая дама, выходи! Пиковая дама, выходи!» Повторили раз тридцать, потом им стало это надоедать, и они один за другим замолчали. «Не получилось, что ли?» – обрадовался Федя. «Пойдем тогда в картишки сыграем! Я новую игру покажу!» Федя молча схватил его за рука, втыча другой рукой в зеркало, и прошептал. «Смотри, смотри! Там что-то происходит!» Федор глянул в зеркало и обомлел. Гладкая и стеклянная поверхность зеркала словно испарилась, и теперь внутри рамы клубилась объемная непроглядная тьма. Мальчики замерли и молча таращились в эту темноту. Мишка и Петька с восторгом, а Федя со страхом. «Ну, чего же вы замолчали?» Напугав мальчишек, откуда-то из зеркала раздался женский мелодичный голос, а потом появилась его обладательница. И не только она. В зеркале теперь была видна просторная комната. Вдоль стен стояли рыцари в блестящих доспехах, большие окованные железом сундуки с распахнутыми крышками и полные каких-то вещей. По широкой полукруглой лестнице, изящно держась за перила, неторопливо спускалась женщина. Ее длинные платья в пол, маленькая шляпа с вуалью и перчатки. Все было черного цвета. «Почему же вы больше меня не зовете?» Игриво проворковала она. «Здрасте», промямлил Петька. «А вы пиковая дама?» «Бинго!» Весело воскликнула женщина. «Вы угадали и переходите в супер-игру. Теперь можете задать мне по одному вопросу, и я отвечу вам чистую правду». «А вы совсем не страшная!» Очнулся Мишка. Затем он придвинулся вплотную к зеркалу, пытаясь получше разглядеть женщину. И краснее пробормотал. «Можно я первый спрошу? Скажите, пожалуйста, я нравлюсь Люське Морошкиной?» Друзья прыснули в ладоши, изо всех сил сдерживая смех. Мишка грозно на них зыркнул и погрозил кулаком. «Ты правда хочешь узнать ответ?» Спросил женский голос из зеркала. «Да», кивнул Миша, и в тот же миг он исчез. Оставшиеся двое ребят одновременно вскрикнули и отскочили от зеркала. Но тут же увидели своего друга возле женщины. Мишка стоял возле нее и радостно махал им рукой, словно показывая, что с ним все в порядке. Женщина наклонилась к мальчику и, видимо, что-то ему сказала, отчего тот еще больше обрадовался и замахал сразу двумя руками, будто приглашая друзей быстрее к нему присоединиться. «Блин, крутяк!» Восхитился Петька. «Я тоже хочу попасть в другой мир! Лехе потом расскажем, он вообще не поверит!» Потом подумал и продолжил. «Да вообще никто не поверит! Надо оттуда что-нибудь прихватить!» «Петя, может не надо?» Зволнованно проговорил Федя. «Мы ведь не знаем, что с нами там будет! Вдруг навсегда там останемся!» «Да, нормально все будет!» Беспечно махнул рукой Петька. «Вон Мишка какой, счастливый, бегает! Смотри, он меч нашел настоящий!» Миша действительно взял откуда-то большой клинок и уже рубил в капусту невидимых врагов. Вид у него был довольный. «Что быть такого важного спросить?» Задумчиво бормотал Петька, с завистью смотря на развлекающегося в зеркале товарища. «О, придумал! Уважаемая пиковая дама! Скажите мне, пожалуйста, где рядом с нашей деревней спрятан какой-нибудь ценный клад, желательно с золотыми монетами!» Женщина также переспросила его, точно ли он уверен, что хочет знать ответ. Мальчик ответил согласием, после чего ищется из комнаты, чтобы появиться в зазеркалье. Там он подошел к даме в черном, дождался ответа на свой вопрос и радостно гикнув, прокричал Феде, чтобы тот не мешкал, и тоже задал важный вопрос. После чего помчался изучать содержимое одного из больших сундуков. «Ну, а ты что хочешь узнать?» Ласково обратилась женщина к оставшемуся в одиночестве мальчику. «Нет, нет, ничего не нужно!» Забормотал Федя, выставив руки. «Я просто подожду своих друзей! Вы же их отпустите?» «Я бы с радостью их отпустила!» Рассмеялась женщина. «Вот только они сами не хотят уходить! Неужели у тебя нет важного вопроса? Ведь если ты задашь его и получишь ответ, то совсем иначе может повернуться вся твоя жизнь! Ты можешь стать богатым, каким будет Петр, или найти свою любовь, как Михаил! Ну же, решайся!» Искушение было велико, тем более, что вопрос у Феди был, и это действительно могло бы изменить его жизнь. Но он просто досудорог боялся попасть в то зеркало. Ему почему-то казалось, что он может остаться там навсегда. В итоге страх победил, и мальчик упрямо покачал головой. «Нет, спасибо, я просто подожду друзей!» «Ну, возможно, их придется долго ждать!» Ответила женщина. «А куда они, кстати, убежали?» Картина в зеркале сменилась. Зал со старинными вещами вдруг исчез, а вместо него зеленила травы большая поляна на берегу озера. Несколько мальчишек гоняли мяч. Мишка с Питькой бежали к ним во весь опор, издавая радостные индийские вупли и подпрыгивая на ходу. Ребята, игравшие в мяч, остановились и поздоровались с новенькими. Федя не слышал, что они говорили. Но вскоре они поделились на команды и стали гонять мяч. «Как-то слишком легко их приняли!» Подумал Федя. Он-то уже надеялся, что их прогонят, и его друзья тогда вернутся из этого приторного зазеркалья. Но нет, мальчишки весело гоняли мяч и не думали возвращаться. Спустя какое-то время ребята поскидывали свою одежду и побежали купаться. Конечно, их можно было понять. За окном в реальном мире сейчас была зима. Февраль месяц, и мальчик с завистью смотрел, как резвятся в прозрачной воде ребята. «Ты точно не хочешь поиграть с ними?» Проварковало зеркало. «Нет, спасибо!» Упрямо ответил мальчик. «Я хочу, чтобы вы отпустили моих друзей!» Окно в лето тут же пропало. По зеркалу вновь заклубилась тьма. «Ты гадкий мальчишка!» Раздался голос из темноты. Он больше не был ласковым. Теперь он стал резким и неприятным. Мальчик отшатнулся назад и чуть не упал. «Если ты не задашь мне свой вопрос, я начну мучить твоих друзей. Им будет очень больно. И в этом будешь виноват только ты!» Выкрикнула тьма. Теперь Федя испугался по-настоящему. Что же делать? Если он задаст свой вопрос, то окажется в зеркале. А если не задаст, то могут пострадать его друзья. Вдруг зеркало теперь их не отпустит? Что же он скажет завтра родителям? Как объяснить всем их исчезновение? Ему ведь никто не поверит. Тем временем тьма в зеркале рассеялась и появилась небольшая мрачная комната. Его друзья были привязаны на каком-то пыточном сооружении. Они пытались вырваться, кричали и извивались как червяки. Но все было тщетно. «Их боль на твоей совести!» Заглушая крики ребят, злорадно произнес голос из зеркала. «Но ты можешь прервать эту пытку! Просто задай свой вопрос, и все закончится!» «Нет!» Закричал мальчик, стискивая до боли свои кулачки. «Перестань их мучить! Я все равно не стану задавать тебе вопросов!» «Ты бессердечный и злой мальчишка!» С упреком произнес голос. «Ну ладно, если ты такой трусишка, тогда мы можем заключить с тобой договор!» «Я отпущу твоих друзей, если ты приведешь мне на замену четырех мальчиков до шестнадцати лет!» «Что?» Задохнулся Федя. «Я не могу! Это подло! Спасти друзей и загубить четыре ни в чем не повинных человека!» «Других вариантов нет!» Слова прозвучали как приговор. «Через два часа портал закроется, и твои друзья навсегда останутся со мной!» Мальчик заметался по комнате, словно загнанный зверь. Затем выкрикнул. «Как я могу тебе верить? Ты ведь легко можешь меня обмануть!» В ответ на это тьма слегка рассеялась и проявилось бледное женское лицо. Тонкие бескровные губы скривились в ухмылке, а черные без белков глаз внушали ужас. «Клянусь!» Мужской голос произнес. «Для этого принято! За нарушение смерть!» «Вот видишь!» Произнесла женщина. «Я поклялась, что не обману!» «Не обмани ты меня!» Мальчик в истерике выбежал из комнаты и упал на диван, содрогаясь в рыданиях. Он не знал, что ему теперь делать. Обратиться в полицию? Но ему, скорее всего, не поверят, да и не помогут ничем. Сказать родителям? Вдруг они поверят и что-нибудь придумают? Должен ведь быть какой-то выход! Решив бежать за родителями, Федя быстро оделся и выскочил на улицу. Размазывая под мерзающие на морозы слезы, он бежал по скрипящему снегу. Он так спешил, что не заметил, как обо что-то споткнулся и полетел в сугроб. Выдернув голову из снега, он услышал, как смеются стоящие рядом Гоша с дружками. Это было плохо. Они были старше и сильнее. Гоша никогда не упускал возможности поиздеваться над более младшими ребятами. А его дружки подпевал и всегда были с ним заодно. Гоша дал им дурацкие клички. Худого и снулого назвал рыбой, упитанного пухлым. А третьего – кастет, потому что тот всегда в кармане таскает свинцовый кастет. Они без возражений приняли это, словно глупые дворовые шавки, а не люди. И так же, как шавки облаивают всех проходящих, они тоже цеплялись ко всем, кто попадал в поле их зрения. С Гошей их было четверо. В голове у Федьки щелкнуло «Приведи мне четверых мальчиков до 16 лет, и я отпущу твоих друзей». Вот он шанс избавиться от этих уродов и спасти друзей. «Куда так спешишь?» – отвлекли его от размышлений противным гнусавым голосом. «К Лешке бежал!» – стараясь сохранять спокойствие, ответил Федя. «А, чё так поздно?» – ухмыльнулся Гоша. «Малышам спать уже пора! Ты разве не знаешь, что малышам после десяти нельзя по улице бегать? Теперь платишь трав!» Федя наконец выбрался из сугроба и захныкал. «Да нет, у меня с тобой денег! Я же по-быстрому туда и обратно!» «А, чё такая спешка?» – продолжал допытываться Гоша. Ему нравилось чувствовать свою власть над беззащитными. «Давай, колись, а то ребрышки тебе пересчитаем!» Федя скривился. Они уже один раз считали ему ребра, синяки потом две недели сходили. И родителям ничего не скажешь. У этого подонка отец участковый, и сыночка своего постоянно отмазывает, когда на того жалобу кто-нибудь пишет. «Но сейчас это было кстати. Надо только не спугнуть». Федя сделал испуганный вид и, заикая, стал мямлить. «Да мы там с Мишкой и Петькой!» «Чего ты там мямлишь? Рассказывай уже!» Угрожающе надвинулся Гоша и схватил его за грудки. «Портал мы открыли в лето!» – выпалил Федька. «Чего?» – заржали пацаны. «Какой еще портал? Ты чего мелишь, мелюзга? За лохов нас держишь! Мы сейчас тебе зададим жару! Будет тебе лето!» «Это правда!» – заскулил Федя, сжимаясь в комок. «Мишка с Петькой там купаются, а я решил за Лехой сбегать! А то будет потом на меня дуться, что я ему такую штуку не показал! Портал только на одну ночь открылся!» Гоп-компания опять заржала, а Гоша пристально смотрел на него, потом сказал. «Но не может же он мне так нагло врать! Он же знает, что я с ним потом сделаю!» Остальные сразу притихли, осознавая этот факт своими тугими мозгами. «А родоки твои где? Тоже с вами купаются?» – сощурился Гоша. «Они в гостях у Козловских!» – обреченно ответил Федя. «Ну, смотри, гаденыш!» – злобно дыхнул перегаром Гоша. «Если соврал мне, сильно пожалеешь!» «Руки, ноги ему потом переломаем!» – подал голос один из его дружков. «И не только!» – ухмыльнулся Гоша. «Че, кореша, пойдем купаться?» «А как же Лешка?» – пискнул Федя. «Кто у тебя лучшие друзья? Мы или какой-то Лешка?» угрожающий навис над мальчиком Гоша. «Вы, конечно!» – сдавленно просипел Федька. «Ну так пошли тогда! Чего мы ждем? Купаться охота!» – весело прогнусавил Гоша. Когда они ввалились гурьбой в темную комнату бабушки, в зеркале продолжала клубиться тьма. Ребята сразу притихли, оторопело уставившись на нее. «Это что за херня?» – нарушил молчание Гоша. «Сейчас, сейчас!» – быстро проговорил Федя и сказал обращаться к зеркалу. «Извините, тут ребята искупаться хотят. Можно?» Тьма в зеркале сразу же развеялась. Появилось ли это? Озеро и ребята, весело играющие в догонялки. «Нифига себе!» – изумился Гоша. «Это что, взаправду что ли?» «Я могу пустить их, если они зададут свой вопрос!» – произнес приятный женский голос. «Что за дела? Какие еще вопросы?» – ощерился Гошка. «Ну, у нее можно узнать что-нибудь важное!» – затороторил Федя. «Но только один вопрос!» «Нихера себе!» – сказал Гоша. «Че, он на любой вопрос может ответить?» «Я не знаю!» – заикаясь, ответил мальчик. «Так, ну-ка, вышли все быстро!» – объявил Гоша. «Не хочу, чтобы вы тут туши грели! Зайдете, как позову!» «Ну, че встали? Валите в туман!» Все ломанулись из комнаты в коридор. Федя вышел последний и закрыл дверь. Пацаны ошалело переглядывались друг с другом. «Ты про что спрашивать будешь?» – поинтересовался парень по кличке Рыба у Пухлого. «Ха! Так тебе и сказал! Будем по одному заходить!» – ощерился Пухлый. Через пару минут ребятам надоело стоять в коридоре и Пухлый, как самый смелый, постучал в дверь. Но Гоша не отозвался. «После того, как вопрос задаешь, сразу туда, на озеро попадаешь!» – тихо сказал Федя. «Ну, тогда я пошел!» – заявил Пухлый и, заглянув внутрь, после чего удовлетворенно хмыкнув, зашел в комнату и прикрыл дверь. «Чур я следующий!» – заявил Рыба. Третий пацан по кличке Костец согласно кивнул. Через пару минут ушел в комнату Рыба, а потом и Костец. Федя остался в коридоре один. Напряжение постепенно уходило и его слегка потряхивало. Он долго мялся, не решался войти, но все же собрался с духом и вошел в комнату. Там было темно и тихо, никого не было и только в зеркале опять клубилась тьма. Федю все еще трясло от того, что он собственноручно скормил зеркалу этих четверых, которые, конечно, были полными отморозками, но все же были людьми. Потом он вспомнил, для чего это сделал и, покашляв для придания голоса уверенности, спросил. «Эй, пиковая дама! А как же уговор? Где мои друзья?» «А, это ты?» В зеркале появилось надменное лицо. «Ты все еще хочешь оказаться рядом со своими друзьями?» «Да!» – крикнул мальчик. Везумный смех раздался из зеркала. «Ну, разве я могу отказать в такой просьбе?» И мальчик исчез. Тьма заклубилась в зеркале и оглушительный хохот эхом раздался по комнате. Забился в щели и пропал. Тьма растаяла. Зеркало приняло свой привычный вид. И только кровавые линии, нарисованные красной помадой, напоминали о том, что здесь произошло. Тишину пустого помещения нарушали только старинные настенные часы с кукушкой, методично отсчитывая время до прихода новых доверчивых мальчиков. Демон из зеркала никуда не торопился, ведь у него впереди была вечность и скука, которую хоть немного скрашивали новые жертвы. Вот и доигрался наш главный герой. Не следил за своим языком, согласился на подковыристый, так сказать, вопрос нашей чересчур умной пиковой дамы. И получилось так, что он согласился оказаться вместе со своими друзьями. Вот и, как говорится, Филито, чего-то там комедия. Не помню, как там дальше говорится. Вот так вот, пишите обязательно в комментариях, кого вы вызывали в детстве. И, как и всегда, на этом мы с вами не прощаемся. Услышимся в следующей интересной истории.